По данным журналистки, американцы решили вложиться в строительство еще одной биолаборатории в Грузии, прямо напротив центра Лугара. Это отрывок из сентябрьской передачи НТВ-телеканала, который подлежит цензуре со стороны правительства России. Своими пропагандистскими посланиями они в очередной раз пытаются убедить аудиторию в том, что США строят, цитата, загадочные биологические лаборатории в Грузии и Украине для разработки биологического оружия. Эта заведомая ложь, лишенная здравого смысла, неоднократно разоблачалась фактами и комментариями специалистов. Однако на этот раз прокремлистские каналы пошли еще дальше и заявили, что рядом с лабораторией Лугара планируется строительство еще более развитого и масштабного центра подобного рода. И в такое мутное время США себе позволяют делать такую крупную инвестицию в размере 160 миллионов. Это говорит о том, что Грузия сейчас, США на данный момент пытаются превратить в самую крупную военно-биологическую площадку. Эта информация является ложью, как и вся дезинформация, которая преднамеренно распространялась о лаборатории Лугара в течение многих лет. Амирангом Крылиза, директор Национального центра по контролю за заболеваниями в разговоре с нами, подтверждает, что информация, распространяемая НТВ, является фейком и на данном этапе никаких строительственных работ не ведется. Это обычная фейковая новость со стороны России. Вам хорошо известно, что им свойственно вести себя таким образом, то есть каждый раз придумывать новые фейки о Грузии. Вот в очередной раз они этими занимаются. Мало того, что они про лабораторию Лугара говорили, теперь они заявляют, что здесь строится что-то еще. Поверьте мне, никакие строительные работы пока не ведутся. Как отличить правду от лжи? Какие методы используются для создания якобы сенсационного контента, чтобы запутать аудиторию? Об этом рассказывает Натя Купрашвили, которая вместе с тремя исследователями отслеживает этот самый контент российских прокремлевских каналов. Легче всего в таких моментах задуматься. Информация, которую ты получил, более влияет на твои эмоции или на твой разум? Действительно ли ты узнал что-то новое? И если да, то насколько эта информация аргументирована? Видишь ли ты, что новость подкреплена фактами с указанием достоверных источников? Если все это войдет у тебя в привычку, то ты будешь больше защищен. Технологически сразу можно распознать, если они, например, начинают с музыкой, усиливая твое восприятие. Иными словами, не сама новость как таковая влияет на твои эмоции, а все усиливается музыкой. Или, например, существуют манипуляционные кадры, когда все слишком освещено или все излишне затемняется. В последнее время, исходя из наших наблюдений, они часто прибегают и к повторениям одной и той же информации. Оказывается, повторения не только мать учения, но и мать пропаганды. А они повторяют без конца, и в итоге ты уже молишь их о том, чтобы они тебе рассказали сказку. Поэтому, потому что они уже сто раз повторили, хочешь я тебе расскажу сказку. Одним из наиболее активно используемых Россией против нас инструментов гибридной войны является информационная война. То есть желание формировать общественное мнение путем распространения различных сообщений. Целью этой стратегии часто выступает население Самцхджавахети. Например, ложные утверждения об автономии, препятствовании вакцинации и разжигании ненависти на этнической почве во время Карабахской войны. Субтитры создавал DimaTorzok